Пропускной пункт Бачев в Сумской области – один из основных таможенных постов на границе России и Украины. За несколько дней здесь скопились десятки грузовиков с товарами из Турции. Украинская таможня пропускает машины в сторону российского пункта пропуска троебортная, но там их отправляют обратно, рассказывает водитель по имени Йосип. «Они, если что-то видят турецкое, и всё сразу. Вот ребята стоят на нейтралке уже неделю. Непонятно, когда поедем, без причин. Есть устный приказ какой-то там чей-то, а страдают перевозчики». Подобная картина сейчас на многих пропускных пунктах не только на Украине, но и в Грузии. На границах застряли в общей сложности более тысячи фур. По данным украинских изданий, которые ссылаются на пресс-секретаря сумского пограничного отряда, в зоне таможенного контроля грузовики с турецким товаром 10 дней могут стоять бесплатно. Затем придётся платить до тех пор, пока стоимость стоянки не превысит цену груза. После этого все товары перейдут в собственность Украины. «На данный момент в пункте пропуска Бачевск перед выездом находится около ста грузовых автомобилей. Половина из них везут товар производства Турции». Ткач также добавил, что за сутки Россия развернула не менее 12 машин. Одни водители в итоге возвращаются туда, откуда приехали, другие ждут решения владельцев груза. Россия в минувшие выходные ввела ограничения на ввоз товаров из Турции. Через несколько дней после того, как турецкий истребитель сбил бомбардировщик Су-24.